Мультиинструменталист – музыкант, умеющий играть на множестве различных инструментов. Мультиинструменталистами не называют музыкантов, играющих на нескольких родственных инструментах, строя техника игры на которых очень близки, а также играющих лишь на нескольких разных инструментах, хотя не существует четкого определения количества инструментов, на которых должен уметь играть музыкант, чтобы считаться мультиинструменталистом. Как правило, такие музыканты профессионально владеют техникой игры на нескольких типах инструментов нескольких различных семейств. Мультиинструменталисты, работая в студии над собственными проектами, часто предпочитают самостоятельно записывать партии различных инструментов методом наложений вместо приглашения сессионных музыкантов. В то же время известные мультиинструменталисты часто сами работают в качестве сессионных музыкантов по приглашению других артистов. Например, Брайан Джонс, основатель The Rolling Stones, был способен освоить игру на любом инструменте менее чем за полчаса. На записях Rolling Stones он помимо гитары играл на маримби, ситере, губной гармонике, дульцемере, аккордеоне, ксилофоне, различных клавишных и духовых. Джонс сыграл партию саксофона в песне Beatles'e, you know me name. Джон Пол Джонс более всего известен как бас-гитарист Лед Зевпелин, однако на записях и концертах группы он играл не только на бас-гитаре и гитаре, но и на множестве различных клавишных, на блок-флейтах, мандолине и т.д. Да, во время и после существования Лед Зевпелин работал в качестве сессионного музыканта с бесчисленным множеством артистов, включая таких известных как The Rolling Stones, Пол Маккартни, Донован. Одним из самых известных мультиинструменталистов современности является сэр Пол Маккартни. В бытность свою участникам The Beatles он часто записывал все партии и композиции знаменитого квартета. Кроме своего основного инструмента он играл на ритм и соло-гитарах, пианино, электрооргании, ударных инструментах, духовых и смычковых инструментах. В последствии в своей сольной карьере он не отказывался от этой привычки, записывал на домашней студии композиции, исполняя по очереди все партии, и только потом приносил в студию запись. На своем концептуальном альбоме Табул Арбеллес мультиинструменталист Майкл Тфилд сам сыграл большинство инструментальных партий. Различные виды акустических электро- и бас-гитары органов, фортепиано, мандолина, скрипка, кельтский вистель, литавра и прочая перкуссия, оркестровые колокола и колокольчики. Дан Свани, бывший вокалист и сооснователь Эдшовса Нэти умеет играть на гитаре, бас-гитаре, клавишных ударных и саксофоне. Это позволило Дану стать участником более чем в 30 музыкальных проектах. Также ранее использовал граулинг, но отказался от него ради чистого вокала. В оркестре ряд музыкантов может играть на разных музыкальных инструментах на протяжении одного выступления. Оркестры часто, но не всегда, просят некоторых исполнителей на духовых музыкальных инструментах быть мультиинструменталистами. Иногда это называют дублированием. Например, довольно распространенным является переключение одного и того же флейтиста на игру на пикколо или альтовой флейте, когда этого требует партитура. Если оркестр играет произведение, требующее две флейты и третью флейту с дублированием пикколо, это означает, что у третьего флейтиста также есть пикколо. Время от времени он или она откладывает флейту и играет на пикколо, а затем опять играет на флейте. Габаист может иногда дублировать английский рожок, кларнетист, бас-кларнет, исполнитель на фаготе, контрафагот. В иных случаях эти инструменты могут требовать отдельного исполнителя. В начале музыкальной партитуры должен быть привиден список инструментов, проясняющих количество необходимых исполнителей. Список популярных мультиинструменталистов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok